ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во-первых, они ограничили применение заповедей. Например, они ограничили седьмую заповедь «Не пролюбодействуй» физическим актом. Ограничив прелюбодеяние физическим актом, им было легко считать себя чистыми в сексуальном смысле. Иисус же говорил, что заповедь нужно истолковывать и выполнять согласно ее изначальному смыслу. Он связал ее с десятой заповедью «Не возжелай». Он говорит в пятой главе, двадцать седьмом стихе. Вы слышали, что сказано древним «Не пролюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пролюбодействовал с нею в сердце своем. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Бог запрещал пролюбодеяние, потому что оно не только было злом для другого человека, одинокого или замужнего, но и разрушало брачный союз, одну плоть, которую Бог называл эксклюзивной, и постоянной. Мы подробнее поговорим об этом через минуту. Иисус связывает седьмую заповедь с десятой. Десятая заповедь «Не возжелай» или «Не пожелай жены ближнего твоего» использует тот же глагол в значении «желать», что Иисус использует в пятой главе и двадцать седьмом стихе. Он уже предупреждал в отношении этих сердечных вопросов. Пролюбодеяние начинается в сердце, в разуме, в воле и эмоциях, в центре сущности. Когда человек смотрит на женщину, не на свою женщину, и хочет иметь с ней сексуальное отношение, он отвергает свою жену и отдает свое сердце другой. Грехи сердца настолько же серьезны, как и физический акт греха. Вот почему недостаточно просто избегать физического акта неверности. Физическое — это лишь проявление того, что находится в сердце. Человек должен хранить себя от взглядов и фантазий, потому что флирт или просмотр порнографии разрушает образ Божий в мужчинах и женщинах, а с ним и отношения в браке. Люди не должны быть предметами, они божественные носители образа, которых нужно уважать. На ум приходит хорошо известный грех царя Давида. Он вожжелал Версавию, жену Урии. После того он совершил с ней прелюбодеяние. Далее он обманул ее мужа, Урию, и сделал так, чтобы его убили. Когда он позже исповедуется в своем грехе в 50-м псалме, то говорит, «Только против тебя я согрешил». Согрешил ли он против Урии? Да, но по сути, он согрешил против Бога. Как нам избегать этих грехов? Иисус делает удивительное заявление в 5 главе, 29 и 30 стихе. Что он имеет в виду, когда говорит, что лучше вырвать глаз или отрезать руку, если они побуждают тебя грешить? Он повторяет эти же слова в Матвея 18, 7 и 9, когда говорит об искушении греху. Неужели он призывает нас наносить себе увечья? Самый известный пример буквального применения этих стихов связан с Александром, который сделал себя евнухом, чтобы справиться с сексуальным искушением. Если бы Иисус это имел в виду, то большинство мужчин были бы евнухами или жили без глаз и рук. С помощью этих ярких примеров Иисус показывает серьезность похоти. Правый глаз — это лучший глаз. Правая рука — это лучшая рука. Хотя мне немного обидно из-за того, потому что сам я левша. Глаз — это средство, через которое человек искушается похотью. Рука представляет физическое действие, исходящее из похоти. Прелюбодеяние в сердце начинается с прелюбодеяния в глазу, что, в свою очередь, приводит к физическому прелюбодеянию. Очевидно, что Иисус использует гиперболу. Он сознательно преувеличивает, чтобы подчеркнуть важность верности супругу. Отрезание или выкалывание говорит о том, что мы должны радикально подходить к греху. Альтернатива — ад. Ад — это награда грешника. Нам тяжело слышать эти слова, потому что наше общество сделало похоть и прелюбодеяние нормой. А того, кто говорит против этих естественных склонностей, считают нечувствительным и наивным и даже негуманным. Сегодня грехом считают ограничение чьих-то сексуальных свобод. Наша способность — представлять что-то. Это драгоценный дар от Бога. Лучшие произведения искусства и самые благородные достижения не были бы возможны без воображения. Но если наше воображение питается грязью через глаза, оно деградирует. Что питает ваше воображение? Это важный вопрос. В Матвея 5 говорится о спусковом механизме ловушки, при нажатии на который ловушка закрывается. Иисус говорит о тех вещах, которые привлекают нас, уводят нас с прекрасного пути и завлекают в ловушку. Когда я готовил это послание, то вспомнил разговор с матерью, когда мне было 11-12 лет. Она попросила меня прочитать книгу о сексуальности. На протяжении нескольких месяцев у нас были неплохие, но иногда некомфортные разговоры, особенно для нее. Я отдаю ей должное за то, что она попыталась воспитать меня. Мне было чему учиться. К сожалению, мне также пришлось отбросить многое, потому что я уже принял множество вредных мыслей и ложных представлений, которым научился на школьном дворе. 11 — это хорошее время для начала сексуального образования. Сегодня родителям нужно начать разговор о сексуальности в 4 или 5. Мужчины и женщины должны научиться понимать себя в роли мужчин и женщин, чтобы видеть друг друга в качестве божественных носителей образа, людей, которых должны чтить. Будучи молодым мужем, я должен был научить свои глаза избегать журнальных стоек, определенной литературы, фильмов с рейтингом 18+, и некоторых художественных выставок. Мне нужно было избегать определенных песен. Прошел ли я свои подростковые годы в полном совершенстве? Нет. Есть вещи, о которых я сожалею. Но я понял, что Иисус милостив и готов помогать. Сегодня главная ловушка — порнография в интернете. Числа просто поражают. Порнография приводит к деградации мужчин и женщин. Она превращает людей, созданных по образу Божьему, в предметы. Порнография, зависимость, парализует нас духовно. Мы открываем свои сердца для дел нашего духовного врага. Мы считаем себя недостойными, чтобы служить Богу и другим. Это великое поле битвы в жизни современной церкви. Если наши руки ведут нас на порнографические сайты, где наши глаза питаются неестественной сексуальной стимуляцией, мы должны дисциплинировать свои глаза и руки. Стал ли ваш смартфон или ноутбук ловушкой, который завлекает вас в грех? Если так, то возьмите свои устройства под контроль. Присоединитесь к мужской или женской группе, которая поможет вам разобраться с сексуальными проблемами. Нет ничего постыдного в том, чтобы принять помощь в этом деле. Мы должны поддерживать друг друга в этом путешествии. Стыд — это орудие врага, чтобы удержать нас и изолировать. Разговоры и поддержка приносят свободу. Сексуальная чистота намного важнее, чем следование популярной культуре. Необходимо избегать определенных опытов, чтобы жить по-настоящему. То, что многие в нашей культуре называют жизнью и свободой, на самом деле является смертью и оковами. Хотим ли мы жить в той свободе, которую Бог задумал для нас? Или мы хотим ходить в рабстве, которое подают под видом свободы? Ранее в этой проповеди Иисус говорит, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Тот, кто чист сердцем, видит образ Бога в других, а не считает их предметами для эксплуатации». Иисус говорит, «Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся. Только тот, кто жаждет Иисуса и Его прекрасного пути, может насытиться». Позвольте Иисусу насытить вас тем, чем никогда не насытит приятная в культуре сексуальная практика. Книжники и фарисеи разбавили седьмую заповедь, чтобы сделать ее реалистичной. Они также пропустили Божий замысел для брака, чтобы исполнить свои желания. Например, они расширили повод для развода, о котором написано во Второзаконии 24. Они расширили его за пределы единственного основания, брачной неверности, и добавили в него желание мужа. И поэтому Иисус говорит в Матвее 5, 31. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Разводы происходили повсеместно во времена Ветхого Завета. Разводы и повторные браки также практиковались во времена Иисуса. Религиозные лидеры разработали подробное учение, которое поддерживало выдачу разводных документов. Не стоит забывать, что только мужчины могли разводиться с женами в те дни, а не женщины. И все это происходило без слушаний в суде. В Матвее 19 религиозные лидеры обратились к Иисусу, пытаясь устроить дебаты о разводе и повторном браке. Муж мог развестись с женой за то, что она испортила еду или потому, что он нашел более красивую девушку. Давайте послушаем их разговор. Матвея 19,3. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей». Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Иисус основывает свое учение на сотворении. Он учит, что по сути, брак – это уникальный союз между мужчиной и женщиной, в котором они становятся одной плотью в отношениях на всю жизнь. В браке Бог сам соединяет мужчину и женщину эмоционально, психически, духовно и физически. Близость союза одной плоти требует двух вещей – эксклюзивности и постоянства. В канадском обществе это горячо обсуждаемый вопрос. Наше общество считает, что сексуальная деятельность связана лишь с двумя личностями, давшими согласие на него. С любовью или без нее, с посвящением или без него, гетеросексуально или иначе. Мы поставили наши эмоциональные и физические желания во главу угла. Мы считаем, что брак – это посвящение другому человеку, которое мы делаем в результате бурной эмоциональной связи. Но он не всегда должен быть постоянным. Брак может длиться всю жизнь или определенное время. Он может быть узаконен или нет, однополым или гетеросексуальным, с одним супругом или несколькими. Важны лишь наши эмоциональные потребности и желания. Они могут меняться. Почти 38% всех браков в Канаде заканчиваются разводом. Хоть уровень разводов и стабилизировался со времен 80-х, мы видим прирост разводов в новых браках. На национальном уровне 25 пар сожительствуют. На самом деле большинство браков сейчас начинаются с сожительства. Исследования показали, что это решение лишь подрывает способность людей наслаждаться длительными посвящениями в браке. Сожительство на самом деле лишь усугубляет все. Сэм Олбери говорит, сексуальность похожа на листок для заметок. И чем больше этот союз испытывается и разрушается, тем меньше становится наша способность к глубокому и постоянному единству. Давайте прислушаемся к божественной мудрости. Писание учит нас, что брак должен отражать Божьи отношения в Завете с его народом. Бог постоянен в своей любви и всегда верен. Когда Бог заключает Завет, Он не нарушит его. Божий народ также должен быть верен Богу и своим супругам. В Малахии 2 народ Израиля не может понять, почему Бог больше не слышит их молитвы и не принимает их жертвоприношение. Мы читаем в Малахии 2 14. Вы скажете, за что? За что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она, подруга твоя и законная жена твоя, но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Если ты ненавидишь ее, отступи, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Бог искренне призывает нас к верности. Развод разрушает союз. Он разрушает образ Бога среди народа. В Матвея 5 Иисус не принимает практику легких разводов. С его точки зрения Бог никогда не одобрял разводы, и уж тем более разводные письма. Развод был проявлением ожесточения сердца, а не Божьего сердца в отношении брака. Иисус основывает свое учение на изначальной цели брака, а не на возможной человеческой ошибке. Он допускает развод лишь в случае сексуальной аморальности. Для описания этой аморальности Он использует слово парнея. Парнея это термин, означающий сексуальную активность вне брака. Но в контексте Матвея 5 имеется в виду человек, находящийся в браке, у которого возникли сексуальные отношения с кем-то кроме его супруги или его супруга. Иисус допускает развод на основании сексуальной аморальности, чтобы защитить супруга, которого предали. Разводное письмо в Древнем мире давало женщине право на повторное вступление в брак. Это было защитой для жены. Скорее всего, ей нужно было заново выйти замуж, чтобы обеспечить себя. Когда развод давали по этой причине, он не был морально неправильным, потому что прелюбодеяние разрушает брачный союз. Но когда мужчина разводился с женой на другом основании, кроме сексуальной аморальности, он заставлял свою жену идти на прелюбодеяние. В первом столетии некоторые разведенные женщины-еврейки возвращались в дома своих родителей, чтобы жить в стыде. Но многие хотели снова вступить в брак. Вот та ситуация, о которой говорит Иисус. Это вторые браки начинались с прелюбодеяния, как с точки зрения разведенной, так и того, кто женился на ней. Все потому, что развод в первом браке является недействительным в глазах Божьих. Обратите внимание на то, что виноват в этом муж, который заставляет свою жену совершать прелюбодеяние. Иисус выступает против еврейского истолкования развода и повторного вступления в брак. Он не говорит, что человек не может развестись и вступить в брак, но делает ударение на изначальной цели брака, его постоянстве и святости. И как последователи его прекрасного пути, примите неизменную Божью цель для брака, а не искушайтесь сиюминутными возможностями наслаждения. Брак — это путешествие и единство длиною в жизнь. Когда мы думаем о браке, то должны противиться человеческим склонностям, упрощать все. Упрощение — это иллюзия, потому что разделение и развод очень редко упрощают ситуацию. Возможно, вам стоит посмотреть брошюру нашей церкви о разводе и повторном браке. Она есть на нашем сайте. Мы не должны забывать, что неверность в браке не обязана означать развод. Развод не обязателен. прощение и примирение — это цель всех трудностей в отношениях. Недавно наша команда услышала свидетельство Лизы Теркерст, основателя служения Притчи 31. После 25 лет брак она узнала, что ее муж изменял ей, ее мир рухнул. Лиза обратилась за советом и выбрала путь прощения. Восстановление брака заняло два с половиной года. Прощение и примирение в случае измены — это всегда непростой путь. Лиза увидела, что Иисус был с ней в этом путешествии. Она выбрала Его путь. Иисус призывает наследовать блаженством, быть нищими в духе, скорбеть о своей греховности, быть скромными, милостивыми и чистыми сердцем. Там, где есть проблемы, мы занимаемся восстановлением. Мы ищем примирение, прежде чем начать разговор о разводе. Когда я женился на Джуде, то получил мудрый совет от своего дедушки. Он сказал, до брака ты должен спросить себя, является ли твоя девушка или невеста той самой. А после дня свадьбы ты делаешь ее той самой. Самое важно то, что ты делаешь себя тем самым для нее. суть в том, чтобы найти способы для процветания вашего брака, а не пути отступления. Когда мы женимся, то даем обещание. Иисус сказал в Матвея 5, 33, 37. Очень важные слова. Матвея 5, 33. И еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет, а что сверх этого, тот лукавого. Мы видим здесь третью и девятую заповедь, а именно не используй имя Господа Бога твоего всуи и не лжесвидетельствуй на ближнего, а также других текстов Ветхого Завета. Они запрещали торжественные клятвы, вроде использования имя Господа и нарушения обетов. Обет, данный имя Господа, связывал человека. Серьезность обета определялась тем, как близко было обещание к имени Яхве. Люди начинали клясться небом, землей Иерусалимом. По какой-то странной причине клятва Иерусалимом не была настолько же серьезной, как клятва к Иерусалиму. Не знаю почему, религиозные лидеры искали лазейки, и этот вопрос стал темой множества бесполезных дебатов и дискуссий. Они упустили суть закона. В английском мы переживаем нечто подобное, когда мы хотим выругаться, но не хотим применять имя Бога, Иисуса или Духа Святого. Мы говорим нечто вроде «черт» силы небесные, словно это как-то лучше, хотя наше отношение в сердце остается неизменным. Лицемерие не умерло с фарисеями. Иисус говорит фарисеям в Матвее 23, цитирую, «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен». Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? А в 21 стихе он говорит, «И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Иисус показывает всю суть споров о том, можно ли клясться небом, землей или чем-то еще. Все это не имеет смысла. С точки зрения Иисуса, всякая клятва дается во имя Божье. Земля, небо, Иерусалим, даже волосы на голове, все это принадлежит Богу. Мы не можем избежать отсылок к Богу. Все находится под Его властью. Во времена Иисуса эти клятвы становились механизмом хитрой лжи. о непосредствах истины. Иисус показывает, что Писание делает ударение на истину. Бог верен своему слову. Он держит свои обещания. Тот, кто жаждет Его правды, будет говорить истину. Клятвы, данные во имя Бога, станут бесполезны, если мужчины и женщины будут держать свое слово. Их «да» будет «да», а «нет» всякая попытка обмануть исходит от зла в нашем сердце или от Отца лжи. Говорите, что имеете в виду. Имейте в виду то, что говорите. Если связать этот фрагмент об истине с предыдущими двумя, мы видим, что наши слова посвящение супругам, друзьям и родным должны иметь вес благодаря тому, кем является Бог и мы. Бог истинен, и мы должны нести истину. Бог верен в отношениях, и мы должны быть верны. Богу можно доверять, и мы должны быть достойны доверия. Если вы видели документальный фильм «Социальная дилемма», то слышали, как основатели Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и Гугл выражали свои опасения в отношении мира, который создали соцсети. Мы живем во времена, когда люди больше не знают, что является истиной, а что ей не является. В этом мире все непонятно. как последователи прекрасного пути Иисуса в этом мире, где у большинства нет представления об истине. Мы можем нести истину и жить согласно ей. В мире, который не понимает верности, мы можем быть верны и быть людьми веры. В мире, который не доверяет Богу и другим, мы можем доверять Богу и быть достойными доверия. Вот что значит быть солью и светом в эти дни. В завершении я хочу сказать, что все мы должны признать, что не достигли цели. не забывайте, что мы идем по пути религии, пытаясь заработать себе на спасение. Иисус призывает нас признать нашу нужду и обратиться к Нему. Каждый день мы можем с радостью отдавать свои сердца и умы для того, чтобы Дух Святой работал в нас, позволяя Ему менять нас, делая похожими на Иисуса. into the likeness of Jesus.